МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы же обращаемся ко всем, кто узнал этого человека и может сообщить о его местонахождении. Позвоните в городской отдел полиции по указанному телефону. Ваша информация необходима следствию. В Тверском государственном медицинском университете прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Современные социально-медицинские аспекты дорожно-транспортных происшествий». Студенты и преподаватели медицинского вуза обсуждали эту тему несколько лет назад. Актуальность не уменьшилась, поэтому решили собраться вновь. Оперативную обстановку на дорогах региона будущим медикам доложил начальник областного ГИБДД Дмитрий Арзанов. Я довел до участников конференции основные причины на совершение дорожно-транспортных происшествий, сопутствующие. На что необходимо обращать внимание при управлении транспортным средством в тех или иных условиях, на тех или иных участках уличной дорожной сети. Ну и, конечно, те социальные проблемы. Это возможный правовой нигилизм и участников движения, которые привозят к дорожно-транспортным происшествиям с тяжкими последствиями. По словам Дмитрия Арзанова, нельзя переоценить важность и насущность поднятой на конференции проблемы. Тяжесть последствий ДТП ежедневно видят тверские медики, которые, используя весь профессиональный опыт и знания, пытаются спасти жизнь пострадавшим. Проблема безопасности дорожного движения – это важнейшая социально-медицинская проблема. Мы готовим в нашем университете студентов оказывать первую помощь, первую медицинскую помощь и также оказывать помощь в реанимации и в бригадах скорой помощи. И мы хотим показать студентам, что это очень большая именно социальная проблема, потому что их деятельность должна быть направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий в силу их профессиональных возможностей. Профилактическую работу медики проводят не только на встречах со школьниками, и студентами колледжей, но и в ходе диспансеризации – в часы приемов в поликлиниках и больницах. А сотрудники ГИБДД тем временем осваивают азы медицинской подготовки. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» экипажи ДПС получили укладки для оказания пострадавшим в ДТП первой медицинской помощи. Эта укладка не медицинская аптечка, она оборудована большим составом медицинских средств для оказания помощи и используется сотрудниками в случае, когда они прибывают на место ДТП до прибытия скорой медицинской помощи. Они умеют это делать? Конечно, мы провели соответствующее первоначальное обучение для применения этих укладок. И их использование, конечно, будет сберегать жизни участникам ДТП. Общественное неприятие грубых нарушений правил дорожного движения играет существенную роль в профилактике ДТП. У нас практически каждый восьмой нетрезвый водитель оформляется именно по информации тех граждан, которые имеют активную жизненную позицию, дают нам информацию о управлении на том или ином участке, на том или ином населенном пункте водителями, находящимся в нетрезвом состоянии. О профилактической работе общественников по снижению количества дорожно-транспортных происшествий участникам конференции рассказал председатель Общественного совета при ОМВД России по Тверской области Сергей Никифоров. Конференция предоставила широкие возможности для конструктивного диалога по вопросам снижения травматизма в результате ДТП и обозначила новые векторы работы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории региона. Ведь не зря говорят, что у нас правила дорожного движения – это правила жизни.